Итак, всем добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем вебинаре вместе с Александром Элдером, вебинар, который мы ждем каждый месяц в предвкушении как раз данной встречи. И сегодня будет очень много, я думаю, интересных тем, интересных вопросов, потому что рынок интересен крайне, впереди выборы и вот эта вся неопределенность, которая на рынке появляется, она, конечно, вызывает огромное количество вопросов, в том числе по различным секторам, по различным инструментам, ну и в первую очередь также по акциям. Перед началом, как всегда, в самом начале это предупреждение о рисках, всегда важно помнить, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками, это крайне важно понимать и крайне важно научиться с этим параметром, с этим аспектом торговли, научиться работать и быть, что называется, дружить с рисками. Несколько слов о компании Admiral Markets. Мы все присутствуем как раз на площадке Admiral Markets. Мы с Александром проводим данные вебинары уже, наверное, полтора года. И несколько слов также скажу для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах. Admiral Markets является международной брокерской компанией. Мы на рынке уже 19 лет работаем в различных юрисдикциях, в различных правовых полях и предоставляем сервис для наших клиентов как с точки зрения трейдинга, так и с точки зрения инвестирования. Для наших клиентов доступно два типа счета. На одном вы можете торговать с использованием кредитного плеча. Бессловно, это внесет больший риск, поэтому нужно крайне аккуратно к этому подходить. И также мы предоставляем платформу, точнее платформа на этаже, это MetaTrader, где вы можете также инвестировать в акции, то есть покупать акции и держать их в своем портфеле сколько угодно. То есть там нет свопов, как это обычно бывает на счетах с маржинальной торговлей. Вы платите только за открытие, за закрытие позиций, вам начисляются дивиденды, и вы таким образом также формируете свой портфель. Поэтому если вы начинающий трейдер, то конечно более понятно, что торговля и так сопряжена с рисками, но это такое начало, оно по крайней мере будет чуть более для вас безопасным. Мы предоставляем огромное количество инструментов, то есть это не только американский рынок, это европейские акции, азиатские акции, то есть порядка 8000 инструментов сейчас доступны как для трейдинга и так для инвестирования. То есть фактически вы можете выбирать, исходя из того, какие действительно инструменты для вас интересны. Ну и также у вас всегда есть поддержка вашего персонального менеджера, который вам будет по всем вопросам помогать в ходе взаимодействия с компанией. Мы в Admiral Markets уделяем огромное внимание как раз обучению наших клиентов, наших трейдеров, поэтому мы в том числе проводим и данную серию вебинаров с Александром Элдером. И также у нас есть большое количество вебинаров, которые проходят на постоянной основе, как для начинающих, по различным торговым стратегиям, по трейдингу, например, для начинающих у нас стартует курс на следующей неделе. Сейчас я озвучу все параметры и также приложу вам ссылочки, чтобы вы смогли уже пройти по ним и максимально с ними ознакомиться. Также я рекомендую подписаться на YouTube-канал Admiral Markets. Вот сейчас сразу же ссылку отправляю в чат, потому что там будет добавляться и всегда добавляется запись данного вебинара. И под этой записью вы как раз можете принимать участие в конкурсе и выиграть книгу с автографом Александра. Чуть позже в ходе вебинара я также расскажу об этих правилах. И если бы вы хотели максимально быстро, максимально оперативно получать напоминания о вебинарах, получать ссылку на запись, то рекомендую подписаться на Telegram-канал Admiral Markets. Там мы максимально оперативно выкладываем и наши подкасты, и новые видео, и, конечно же, видео вместе с Александром, которые мы записываем, выкладываем на наш YouTube-канал. Ну, а сейчас я готов передать слово Александру. Как я уже сказал, это тот вебинар, который и многие наши клиенты, и я в том числе, жду с нетерпением, даже жду с нетерпением конца месяца, чтобы встретиться с Александром, узнать его мнение, всегда узнать его, узнать чуть больше, потому что с каждым вебинаром мы, наверное, чуть больше узнаем подход Александра. И это, в первую очередь, значимо для всех трейдеров, как для начинающих, так и для продолжающих. Александр, принимайте микрофон, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман, за такое доброе вступление. И, конечно, за напоминание о рисках, потому что очень много новичков попадаются на какие-то дикие рекламы, как торговать без риска, как делать деньги в свободное время, 10 минут в день, не зная арифметики. И тому подобное. То, что вы напоминаете о том, что это очень серьезное дело, связанное с рисками, как и с выигрышем, естественно. Это, конечно, очень важно. Спасибо еще раз за приглашение. Я рад, что вы довольны, что сегодня вебинар, потому что я как раз сегодня с утра, у нас сейчас час дня в Вермонте, где я живу, я с утра думал, лучше бы, наверное, сделать было вебинар этот на неделю позже, после выборов. Потому что сейчас, конечно, совершенный ковардак с этими выборами. Совершенно непонятно, как все это дело закончится с одной стороны, с другой стороны. Может быть, я начну с того, Роман, если вы не возражаете, что пару слов о выборах. Демократы и республиканцы идут нос в нос сейчас. Демократы по официальной статистике немножко опережают. Но дело в том, что у республиканцев довольно серьезное, то, что называется молчаливое большинство, выступать с республиканских позиций стало непопулярным. Вплоть до того, что вот здесь, где я живу, в Вермонте, конечно, это место тихое. Но поехать в Нью-Йорк, если на машину налепить плакатик за Байдена, некоторые повернут нос. А если налепить плакатик за Трампа, то лучше машину на ночь на улице не оставлять. Не будет целой к утру. И поэтому очень многие сторонники Трампа помалкивают, а демократы молчат. Меня, хочу сказать, удивляет, наверное, ничего не должно удивлять, что у Трампа так напряженно идут дела. Потому что экономика до этой пандемии была в прекрасном состоянии, в самом лучшем за всю историю Америки. Причем это было не только для богатых и обеспеченных людей, это было даже для бедных. Например, безработица среди негров стала самой низкой за всю историю Америки. То есть работа была для всех. Естественно, вся эта пандемия всех подрубила. Ну, не всех, как раз наоборот. Пандемия очень интересна, что происходит сейчас. Сейчас выход экономики из пандемии идет в форме буквы «К». Значит, одна рука вверх, другая вниз. Образованные люди, люди, которые могут работать по удаленке, стоят очень хорошо. Люди, которые обслуживают их, строители, доставщики, терпыр, тоже очень заняты все. А плохо стоят люди, работа которых связана с личным обслуживанием. Гостиницы, рестораны, транспорт. И, конечно, многие из них – это относительно меньше образованные люди, больше женщин и больше нацменьшинств. То есть такое происходит расслоение. Кто, так сказать, кому лучше, а кому хуже, к сожалению. Но, тем не менее, кроме того, во внешней политике Соединенных Штатов выводятся войска практически отовсюду сейчас. Трамп говорит, мы не должны быть мировым полицейским. Войска возвращаются домой. Потерь гораздо меньше от всяких террористов местных, тамошних. Мир на Ближнем Востоке. Вдруг, значит, все заключают соглашения дипломатические с Израилем. Совершенно меняется карта мира. И при этом Трамп борется за свою политическую жизнь. Его очень многие не любят за его вульгарность и грубость. И я первый скажу, что да, он вульгарный и грубый мужик. Я бы его к себе домой не пригласил. Ну, не то, что он хочет ко мне прийти домой, но я бы его не пригласил. В отличие, скажем, от Бориса Джонсона в Англии, который очень интересный мужик. Но при этом я голосую не за друга, я голосую не за гостя, а я голосую за того, кто лучше для страны. Главным вопросом в этих выборах для меня является безопасность демократического общества. У демократии есть враги. Поскольку наше существование, существование демократической свободной страны, это как раздражение, вызов, атака. Наше само существование – это атака на тоталитарные общества. То, что мы существуем у их жителей, подчиненных, заключенных, вызывает мысль, что можно жить по-другому, можно жить со свободой слова. В 20 веке у демократии были две главные угрозы – это Советский Союз и фашистская Германия. Обе эти угрозы были отправлены в Освояси. Одна с кровью, другая практически без. А главная угроза 21 века – это коммунистический Китай. То, что они вытворяют сейчас, грозятся очень круто нападением на Тайвань, действия в Индии, захваты островков в Южно-Китайском море. То есть прямо как Советский Союз. Советский Союз был как рак. Он во все стороны отправлял метастазы. В Афганистан, в Финляндию, в Восточную Европу. Вот так же сейчас себя ведет и Китай. И для меня вопрос выборов – это вопрос, какой президент будет лучше противостоять этой угрозе нашему существованию. Но многие люди не смотрят так далеко, смотрят, как сказать, себе под нос. Пандемия. Многие винят Трампа за плохой ответ на пандемию. Я на это смотрю так. Ни у кого не было идеального ответа, потому что предыдущая пандемия была в 1918 году. Печально известная испанская инфлюенса. Все мы выросли не без такого личного знания, что такое пандемия, как с ней бороться. И все стараются как лучше, но не получается. Все работают экспромтом. Короче, выборы предстоят в следующий вторник. И посмотрим, как они пройдут. Действительно, бабушка надвое сказала в данном случае. В связи с этим я не вступаю ни в какие долгосрочные операции на фондовом рынке сейчас. У меня есть какие-то позиции, которые я держу уже долго. Их я не трогаю. Чуть-чуть занимаюсь дэйтрейдингом. Даже вот сегодня с утра. Но вот такие вот позиции на неделю, на пару недель слишком рисково. Я полагаю, никто не может предсказывать будущее. Будущее в принципе непредсказуемое. Но я полагаю, что если победит на выборах Трамп, то на рынке продолжится взлет. Он пробьет сентябрьские высоты. На данный момент американский рынок установил исторические максимумы в сентябре. В первый день сентября. И в первый торговый день сентября. Это был вторник. И вот так вот. А если победит Байден на этих выборах, то трудно себе представить, чтобы рынок не попал бы в какой-то серьезный стресс. Потому что Байден, среди всего прочего, обещает повысить корпоративный налог максимальный с 21% до 28%. То есть налог повышается на треть. С другой стороны, будут определенные компании, которые под Байденом должны рассвести. Это компании, связанные с Китаем. Потому что Байден занимает очень такую прокитайскую позицию. И акции, связанные с большой прессой. Твиттер, Фейсбук. Потому что все эти компании сейчас находятся под давлением. Администрация Трампа говорит, вас, вам дали. Их освободили от ответа. Много лет назад, когда интернет был еще совсем молодой, вот эти компании, Фейсбук, Твиттер, все они были освобождены от ответственности за то, что они печатают на своих страницах. Они говорят, ну, а мы просто держим доску объявления. Кто хочет, тот и печатает. Моя хата скрают. Мы только рекламу продаем. Поэтому, значит, если газета опубликует какую-то ложь, то с газетой можно судиться, штрафовать. А Твиттер и Фейсбук не подлежат этому правилу. А сейчас они начали совершенно заниматься цензурой, особенно цензурой Трампа. Причем, чем ближе к выборам, тем сильнее. То есть идет игра ва-банк. И совершенно очевидно, что если Трамп победит, то им придется на них распространять, у них уберут эту защиту от судов по клевете. Ну, а, естественно, если Байден победит, то все продолжится как раньше, и, наверное, их акции подлетят. Но, как я сказал, точно предсказать, что будет в результате этих выборов, я не могу. Я не знаю. Люди делают какие-то предсказания, но это все так, больше от пуза, чем от головы. Поэтому в ближайшую неделю лучше быть очень осторожным. Это сейчас как бы такая игра в лотерею получается. Может быть, вытащишь правильный билет. Скорее, что нет. Вот такой вот обзор местных событий. Если вас, надеюсь, не напряг, Роман, я стараюсь держать себя более-менее корректно в таких ситуациях. Нет, очень было интересно узнать ваши нужды. Раз заговорили об этом, заодно уже просто несколько слов о вирусе. Очень советую всем зрителям этого вебинара. Найдите на интернете, называется Great Barrington Declaration. Баррингтон – это город в Носсачусетсе. Баррингтон. Бар, как бар, потом двойное R – Баррингтон. Great Barrington Declaration. Написали ученые, крупные ученые-эпидемиологи. Дело с вирусом в том, что заболеваемость повышается по всему миру. Она повышается в Америке, в России, в Западной Европе, повсюду. Но при этом смертность резко понижается по сравнению с заболеваемостью, приближается к уровням весны этого года. При этом смертность гораздо ниже, чем она была тогда. Исследования английских ученых показывают, что когда кто-то переболел, переболевает коронавирусом, то иммунитет вырабатывается, но потом начинает понижаться. И уже начинаются случаи повторных заболеваний. И что эти ученые говорят, я полностью купил их позицию, даже подписался по этой декларации. Они говорят, что коронавирус никогда не уйдет. Это будет как грипп, он будет с нами постоянно, на очень-очень долго. Но постепенно его опасность будет понижаться. И для того, чтобы эпидемия не била так сильно по нам, нужно, чтобы люди переболевали им. Естественно, никакой политик не может сказать, надо, чтобы люди переболели. Сразу выкинут из офиса. Надо, чтобы люди переболевали им, но при этом защищать людей в группах опасности. Есть люди, для которых коронавирус очень опасен. Это старики, это толстые, это люди с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот эти люди должны быть защищены. А для всех остальных жить нормально, открывать рестораны, соблюдать, очень соблюдать правила гигиены. Часто мыть руки, не выходить из дома, если у тебя малейшая простуда и так далее, и так далее. То есть, все эти локдауны, по-моему, даже в России говорят локдауны, все эти локдауны ничего не решат в конечном счете. Вирус перестанет быть такой большой опасностью только после того, как многие люди переболели гриппом. Это у организма выработался не то, что иммунитет, но если человек выздоровел один раз, он выздоровеет во второй и в третий. То есть, все после этого, значит, для него это практически не опасно. А людей в группах опасности надо защищать вся система. Моя точка зрения. Я вам очень советую, найдите на интернете, там на всех языках, включая на русском. Great Barrington Declaration. Давайте посмотрим на рынки. Мы смотрим сейчас на рынок S&P. Как всегда, как участники этого вебинара, которые с нами были раньше, знают, я хочу на все рынки всегда смотреть в двух временных зонах, в длинной и в короткой. Слева недельный график, справа график дневной. Естественно, народ паникует, когда рынок идет вверх. У большинства людей очень странный взгляд вообще на рынки. Если сегодня он упал, значит, он завтра будет падать. Если сегодня он поднялся, значит, завтра будет подниматься. То есть, рынок упал, но глядя вот на этот график с левой стороны, на недельный график, то, что происходит здесь, это совершенно, по крайней мере, на данном этапе, идет бычий рынок, который начался весной, в марте-апреле. У этого рынка совершенно нормальная бычья структура. Новая высота где-то в июне, немножко раньше, Роман. Вот новая высота, и потом он оттягивается обратно вниз к зоне ценности. Зона ценности – это зона между двумя скользящими средними, длинной и короткой. Новый взлет в сентябре к новой верхушке, к исторической. Опять падение в зону ценности. Опять взлет в октябре. И то, что происходит сейчас, я это не могу назвать иначе, чем падение в зону ценности. У нас просто нет информации для того, чтобы называть это разворотом. Для того, чтобы обозначить что-то разворотом рынка, у нас должна быть структура более низкая высота и более глубокая впадина. То есть у нас уже имеется более низкая высота. Это вот то, что было 3 барра тому назад. Более низкая высота, она ниже, чем была в сентябре. Но у нас еще нет более низкой впадины. Поэтому на данном этапе это все еще выглядит структурой как бычий рынок, в котором происходит реакция. Смотрим на… Да, еще такой момент. Смотрим тоже с левой стороны на самое нижнее окошечко. Это индекс силы. И посмотрите на глубину индекса силы сейчас и в марте. Вот это вот была сила медведей в марте. А это справа, у правого края, это сила медведей сейчас. Скажите мне, медведи сильнее или слабее? Вот это был медвежий рынок. То, что сейчас, это такая реакция. Переходим на правую сторону графика. Что мы видим здесь? Цена, две скользящие средние. И они окружены автоконвертом. Когда цены выходят за границу автоконверта, мне это всегда напоминает психиатрическую клинику в городе Тарту, где я проходил свое первое обучение. Я вспоминаю этих маниакально-депрессивных пациентов. Когда они маниакальны, их приходилось как-то ограничивать, иногда даже привязывать кровать. У нас не было лекарств хороших. Это было очень давно, чтобы они вообще в ажиотаже своем не набили бы себе синяков, просто бегая и отталкиваясь от стен. И вот когда рынок выше верхнего конверта, это маниакальный пациент. Когда рынок ниже нижнего конверта, это у пациента депрессия. Опять-таки надо его караулить, очень внимательно держать обязательно в запертой комнате, потому что бедолага может с горю просто подбежать и выброситься сквозь стекло, выброситься в окно. У пациента депрессия. И вот мы здесь смотрим, вот на этом графике перед нами, мы видим график поведения маниакально-депрессивного пациента. У него был маниакальный эпизод в сентябре, вот в самой середине. Левее, когда он вверх воскачал. Маниакальный эпизод. Счастлив. Все, сейчас на Луну. Маниакальный эпизод сменился депрессивным. И депрессивный эпизод сменился маниакальным. И теперь скажите мне, сами скажите, какой эпизод у правого края? Это нормальное состояние? Это депрессия или мания? Когда пациент себя так ведет, это затягивает персонал. Персонал тоже хочет или радоваться, или горевать. И вот в данный момент персонал рынка хочет горевать. Все, все, рынок разваливается на кусочки. Рынок разваливается на кусочки. А доктор-психиатр немножко стоит в сторонке и говорит, да, у бедологи депрессия. Но она пройдет. Эта депрессия достигла уровня, экстремального уровня, на котором она очень долго продолжаться не может. Вот это просто так не бывает. Вот предыдущая депрессия длилась сколько? Пять дней. Ну вот у нас сейчас первый день этой депрессии. Закончится она сегодня? Вряд ли. Завтра? Ага, может быть. В пятницу более вероятно. А скорее на следующей неделе. Теперь закрываем глаза и покупаем? Нет. Почему нет? Ну, во-первых, есть такой мелкий фактор, как выборы будут во вторник. Да и вообще, не надо быть героем. Не надо быть героем и рваться покупать на нижней точке. А надо подождать, пока это стабилизируется и начнет подниматься, когда цена начнет залезать обратно в конверт. То есть, в итоге, мое видение этого рынка, то, что мы на бычьем рынке в Штатах, сейчас происходит коррекция. Причем параметры совершенно нормальны по сравнению с предыдущими коррекциями. И вполне спокойно посидеть с краешку и подождать, чем эта коррекция кончится. Окей, Роман. Тогда, ну, основной момент, вы, наверное, все сказали по S&P 500. В принципе, это тоже сходно с другими инструментами. Но вот быстро посмотрим тогда. Например, DAX 30, тоже очень многие наши клиенты его торгуют. И тоже интересно услышать ваше мнение. Очень интересный график, Роман. Очень интересный график. С левой стороны, где недельный график, опять-таки мы видим, что цена выпала, значит, упала ниже скользящих средних. Но в следующем окне мы видим MACD гистограмму с той же левой стороны. И эта MACD гистограмма гораздо более плоская, чем она была, скажем, в марте. А если мы смотрим на индекс силы в нижнем совсем окошке, то он показывает, что силы медведей гораздо меньше сейчас, чем она была тогда. То есть происходит коррекция. Кстати, заметьте, очень интересная фигура в марте была. В марте, когда индекс силы ударил вниз, потом он ударил чуть-чуть меньше вниз, потом еще меньше вниз. И вот после этого начался весь разгон вверх. То есть такая очень хорошая дивергенция. Не всегда бывает, но в данном случае очень произошла хорошо. Переходим к дневному графику и замечаем очень такой интересный фактор, что Германия стала обваливаться и выпала из конверта на день раньше Штатов. Я думаю, что это может быть связано с тем, что вот эта вот вторая волна пандемии в Германии началась уже. А как мне написал недавно один из моих участников, моей группы трейдеров, Америка отстает от Европы примерно на две недели по календарю во время всех этих вспышек. Видимо, поэтому Германия стала выпадать раньше. Но тем не менее, у пациента депрессия, пациент ниже нижнего конверта. И в то же самое время индекс силы с правой стороны тоже выпал из конверта. У меня нет волшебного какого-то зеркала, чтобы предсказывать будущее. Но если бы кто-то мне сказал, спорим на 10 долларов, мы ближе к дну или ближе к верху. Я бы поставил на то, что мы ближе к дну. Спасибо. И тогда посмотрим валюты. Это евро-доллар. Это у нас слева. Кликните, пожалуйста, на недельный график слева, да? Да, слева недельный. Это евро, оцененный… Я настолько привык американскими фьючерсами на валюту торговать, что должен спросить вас. Это евро, оцененный в долларах, да? Да, все верно. То есть сейчас за 1 евро дают 1.17 доллара. Окей. Я не вижу. Вот это вот донышко в евро. Какой это месяц был, когда это было? Единый момент. Правее чуть-чуть. Вот самое донышко здесь. Какие это были числа? Я на экране на своем могу. Сейчас я сделаю вот так. Это было марта, 22 марта. Окей. То есть в евро произошел такой очень серьезный взлет. Затем евро осел. И опять-таки осел до зоны ценности у правого края. И он сейчас сидит на уровне поддержки. На уровне поддержки в то время, как MACD гистограмма достигла низкого уровня, который обычно сопутствует донышком. И индекс силы достиг уровня, который сопутствует донышком. То есть сейчас я стал бы ждать дна в евро и новой стадии подъема. Давайте посмотрим на дневной график теперь. Сегодня евро упал, но он держится выше предыдущих донышек. Это две позиции. Во-первых, когда я вижу рынок в таком диапазоне, я им не торгую. Я всегда ищу или четкий тренд, или какой-то экстрим. Когда рынок действительно выскочил за границу нормального поведения. А когда рынок плоский и находится вот так. Он чуть-чуть выше ценности, чуть-чуть ниже ценности. Я не вижу преимущества для себя. Нет ни тренда, ни разворота. Так что для себя я бы не стал бы этим торговать. Но с другой стороны, я считаю себя обязанным для вас не юлить, а высказать четкое мнение. Вверх или вниз. Поэтому в таких случаях я себе задаю вопрос. Если бы ко мне кто-то подошел с пистолетом. У нас в Вермонте, кстати, можно покупать любое оружие без лицензии. Заходишь в магазин, показываешь права. Ты житель Вермонта, выходишь с полуавтоматическим пистолетом. Вот если бы подошел... Причем на улице никто их... Я ни разу не видел, чтобы граждане носили какое-то оружие. Очень спокойное место. Но у всех дома есть арсеналы. Допустим, один из наших соседей подходит с пистолетом и говорит. Алекс, ты должен взять позицию по евро. На повышение или на понижение. И не возвращайся до конца месяца. Под пистолетом пришлось бы сделать выбор. Я бы сказал, я тогда купил бы евро. Все-таки недельный график идет вверх. Дневной график держится хорошо. По собственной воле торговать бы я им не стал. Слишком плоско. Слишком плоско. И на том, и на том графике. Но если бы тот меня заставлял высказать мнение, я бы сказал евро на повышение. Спасибо, Александр. И тогда завершим, наверное, такой экспресс-обзор обзор по всем рынкам золотом. Я уже не помню. А, была песня в Америке довольно давно. Но в переводе на русский припев звучал так. Тебе не надо быть синоптиком, чтобы сказать, куда дует ветер. В какую сторону дует ветер. Это такая политическая песня. Мы смотрим на график, который идет из левого нижнего угла в правый верхний угол. Вам не надо быть синоптиком, чтобы сказать, в какую сторону дует ветер. Золото идет на повышение. Фундаментальный фактор, который сейчас будет долго влиять на золото. Вернее, даже два крупных фундаментальных фактора. Во-первых, с золотом всегда соревнуются процентные бумаги. Если я могу положить деньги в банк и получать 2, 3, 5, 6 процентов годовых, то я смотрю на золото с большим подозрением. А если золото вырастет меньше, чем на 2, 3, 5, 6 процентов, то я потеряю деньги. Может, мне лучше в банках положить, чем золото покупать? Недавно получил предложение из банка положить деньги в депозит на год. Сколько предлагают? Какой процент предлагают? Как говорят в Америке, держитесь за стул, братья. 0,2 процента. 0,2 процента в год. То есть сопротивление... То есть если человек соображает, купить мне золото или в банк положить, то этот вопрос впадает. Банк больше не создает никакой конкуренции золоту. Причем позиция Федеральной резервной системы США, что они продержат проценты на этом уровне где-то еще порядка пары лет. Вот так вот. Это одно. А второе золото – это страховка от неопределенности. И особенно, если на выборах победят демократы, то неопределенность в мире, конечно, сильно возрастет. Всякое хулиганье почувствует себя гораздо смелее. Это не только относится к нападениям магазинов и поджогам в нашей стране, но и в международной политике. И это опять-таки толкнет золото кверху. Так что золото находится в долгосрочном тренде. Глядя на этот график, возникает только один вопрос. Где его лучше купить? Смотрим на дневной график. Кстати, одну секундочку. Роман, простите, если вернемся к недельному еще раз на секунду. Опять-таки, посмотрите, где закончились все предыдущие спады золота. Они закончились или внутри, или чуть-чуть ниже зоны ценности. То есть, эту картинку можно вырезать и на стену повесить. Если вы хотите научиться, что такое тренд, вот он тренд. Так что сейчас золото находится в зоне ценности. Смотрим на дневной график, чтобы определиться, где покупать. Очень плоско, очень плоско, очень плоско. Сегодня золото падает. Я думаю, что, в принципе, золото упало ниже уровня ценности. Оно в плоской зоне, где обычно я не люблю заниматься шопингом. Но я бы сказал, что я бы первоначальную позицию стал открывать прямо здесь. Не всю позицию, а, скажем, разделите деньги, которые вы собираетесь. Я бы разделил деньги, которые собираюсь инвестировать в золото на, скажем, 3-4 части. И первую часть уже вкладывал бы здесь. А дальше, это, кстати, это единственная ситуация, в которой я мог бы добавлять к позиции по более низкой цене. Обычно, когда я покупаю акции, я добавляю к позициям только по более высоким ценам. Но когда я хочу открыть, набрать долгосрочную позицию, то я готов даже открыться немножко ниже, если я не поймал донышко в этот раз. И опять-таки, я бы не стал вкладывать большую сумму, потому что, чтобы не сидеть и не дрожать. А вдруг еще ниже, а вдруг еще ниже. Покупаем надолго, покупаем, чтобы держать год. Вот так вот, может быть, дольше. Так что, начало покупки выглядит прямо здесь. Отлично, спасибо. Александр, как вы смотрите на то, чтобы мы сейчас тогда озвучили имя победителя с прошлого вебинара, как раз, может быть, чуть ближе посмотрели на ту акцию, которую нам как раз предлагал участник, и перешли уже тогда к списку акций. Обязательно. Одну секундочку, только я хочу открыть. Так, 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 одну секунду. Это, если не ошибаюсь, акция VIPS. VIPS, да, все верно. Вы ее покажете или я покажу ее? Вы можете пока открыть. Я сейчас вот скажу пару слов, просто по этому конкурсу есть очень интересная статистика. И потом передам слово вам, то есть вы ее покажете тогда на графике. Я просто хотел сказать, что очень удивительно, но мы ведем этот конкурс с августа, и каждый раз побеждает акция, которая в моем списке идет пятой. То есть, если мы посмотрим в августе, это был SIG, если мы посмотрим в сентябре, это была FedEx, в октябре это VPS. То есть, вот я просто не меняю вот эту желтую метку, которая у меня стоит, всегда попадает туда победитель. И забегая немного вперед, на пятом месте у нас стоит акция WING. Ну, посмотрим, сработает ли это в четвертый раз уже, но пока... Ну как, если сработало три раза, уже точно сработает в четвертый. Все покупаем WING. Да, поэтому вот я со своей стороны хотел сказать то, что Светлана Григорьева, которая приложила данную акцию, возможно, она находится сейчас у нас здесь. Поэтому я вас поздравляю. Мы вам отправим книгу с автографом Александра. Я также, если вас нет здесь, я обязательно вам напишу в YouTube-канале, что мы с вами связались, и мы, соответственно, смогли для вас отправить эту книгу. И уже чуть дальше мы также... Я озвучу в конце вебинара правила конкурса еще раз. То есть, мы дальше посмотрим акции, которые предложены были на ноябре. Поэтому с моей стороны, Светлана, принимайте поздравления. Я тогда останавливаю демонстрацию экрана и передаю слово Александру. Так, Александр, а сейчас вы можете сделать демонстрацию вашего экрана. Еще, еще, еще. Он убежал от меня сюда. Share screen. И это будет... Где она? Где она? Где она? Trade station. Trade station. Окей. Отлично. Знаете, я смотрю на акцию, которая победила в предыдущем соревновании. Кстати, это второй раз, по-моему, что побеждает женщина-трейдер. Большинство трейдеров – мужчины. Но у меня впечатление, много лет сложившееся, за много лет, что процент успешных трейдеров выше среди женщин, чем среди мужчин. Я думаю, что это связано с большей дисциплиной, меньшей заносчивостью и меньшей терпимостью к боли. Мужик теряет деньги, но он не боится. Я выдержу, я еще докуплю. А женщины задают ужасные вопросы. Кто будет платить по счетам? Кто будет кормить детей? И поэтому, когда они начинают терять деньги, то они очень быстро выходят из позиций. И это их спасает и помогает им выиграть в долгосрочном диапазоне. Так что я большой... Я очень обожаю женщин-трейдеров. И, кстати, вчера разговаривала у меня садовница совершенно замечательная. Разговаривали с ней о том, как презрительно многие мужики относятся к женщинам. А я говорю, я вырос, у меня мать врач, причем-то серьезный врач была. Обе бабушки были врачи и так далее, и так далее. Я просто вырос, окруженный умными женщинами. Я всегда считал, что да, конечно, это все очень серьезно и уважительно. Казалось, то же самое и в трейдинге. Но возвращаемся к акции. ВИПС. Есть определенные структуры, на которые я обращаю очень серьезное внимание на рынках. И есть... Отступить в сторону на секунду. Есть два типа трейдеров. Есть трейдеры, которые торгуют по системе. Жестко разрабатывают систему и дают эти сделки. Вот тут купить, здесь продать. Есть люди, которые смотрят на графики и решают, где купить, где продать. Я отношусь ко второй группе. Но при этом у меня есть очень серьезные и жесткие правила. Например, смотрим на недельный график ВИПС. Рынок шел очень хорошо в тренд, упал, упал резко. Импульсная система стала красной. Красная импульсная система – это запрет на покупку. В прошлый раз, когда у нас был вебинар, это было, по-моему, вот на этом, на красном, в зоне этого... 30 сентября, если... 30 сентября, это было... А, 30 сентября. Это было в зоне вот этого вот синего графика, синего столбика. Значит, импульсная система стала синей, разрешая покупку. После этого, я не отслеживал эту акцию, она сделала то, что я очень люблю видеть на графиках. Я называю это ложным проломом. Акция проломила предыдущее дно и не пошла туда. Попробовала, то есть выбила все стопы, которые умные люди в кавычках поставили под предыдущим донышком. И эти стопы оказались невыбитыми. После этого акция смогла развернуться вверх. Смотрим на дневной график. 30 сентября, сейчас я хочу пометить, это здесь. 30 сентября, это было... Окей. Это было здесь. Так, так, так. Где же эта стрелочка? Не могу ее найти. 30 сентября... Окей, я поставлю так. 30 сентября, это было вот здесь. И здесь мы видим развивающуюся бычью дивергенцию. Посмотрите на силу быков. В августе МАСД пересекает нулевую линию. Я это называю... Медведям сломали спину. И потом МАСД опускается ниже нуля. И вот это вот силы медведей. То есть, бычья дивергенция, которая прыгает с экрана, прямо бьет в лицо. И получилась, конечно, очень удачная сделка. Я сам не торговал этой акцией. Но очень рад за даму, которая ее предложила. И надеюсь, что она торговала этой акцией. А сейчас дело подходит к концу с этой акцией. Она вырвалась в зону маниакальности. Осела немножко. И вот сейчас, последние два дня, она подошла к зоне маниакальности. Но и даже выбилась опять-таки выше предыдущей высоты. Опять похоже на ложный прорыв вверх. Акция пробилась на новую высоту. И опустилась ниже этого пролома. Индекс силы показывает медвежью дивергенцию. Самое время закрывать, снимать прибыль. Прекрасная сделка. Пошли домой, будем искать другую. Поздравляю. Если у вас, Александр, нет ничего, что можно было бы добавить по тому списку, который был, то можем тогда перейти к текущему. Давайте посмотрим к текущему. Еще вопросов много пришло. Давайте посмотрим акции. Я буквально за минуту до начала нашего вебинара очень быстро прошелся по всему списку. Как вы сказали, список очень длинный, 32 акции. Я точно хочу знать, какая пятая, потому что раз гарантии будет выигрыш. Но я отметил интересные акции, которые, на мой взгляд, привлекательны для меня. Идем по порядку. Вот, кстати, это тоже самое дамы. Светлана Григорьева, по-моему. ВИПС это ее был. Светлана Григорьева, да? Да, это была Светлана. Она первая в этом списке. Она присылает две акции. Кстати, обе акции выглядят очень интересно. Одна акция – это B-A-B-A, Alibaba, китайская акция. Совершенно четкий аптренд, тренд вверх на недельном графике. И периодически эта акция опускается к зоне ценности, где она, собственно, находится и сегодня, в зоне ценности или немножко ниже. И оттуда происходит очередной взлет. То есть, вот если играть на повышение, вот в день, когда рынок паникует, покупаем товар на распродаже. Значит, акция вчера продавалась по 318 долларов, а сегодня 10 долларов скидки. Значит, 3% скидки. Покупаем? Можно купить. Для себя я ее не покупаю. Я не покупаю китайские акции. Вот у меня правило такое. Но технически она выглядит очень хорошо. Если вы совершенно четкий аптренд на недельном графике и такие совершенно мягкие нормальные колебания на дневном. Акция выскакивает из конверта обратно в зону ценности. Выскакивает из конверта чуть-чуть ниже зоны ценности. Выскакивает из конверта в зону ценности. И опять она сейчас сегодня входит в зону ценности. То есть она находится в зоне покупки. Другая акция, про которую спрашивает Светлана, смотрит совершенно в другую сторону, но при этом очень интересная. Это компания AT&T. Это одна из главных американских телефонных компаний. У меня даже до недавнего времени был с ними счет. Я сейчас перешел в другую компанию. И что мне здесь, что в этой компании мне очень нравится. Почему-то все телефонные компании в последнее время плохо себя вели. Я не знаю, что с ними происходит с фундаментальной точки зрения, но технически они все плохо себя вели. И я люблю покупать дешево, а продавать дорого. Поэтому, когда компании плохо себя ведут, я на них смотрю с особым интересом. Вот эта вот компания AT&T. Во время мартовского падения она упала и достигла дна в 26 долларов. До этого она стоила больше 40. Вот это была сила медведей, взлет, сломали медведям спину. И сейчас идет новое падение. И на сегодняшний день самая низкая точка 26.45. Сейчас еще раз проверю. В марте это было 26.08. То есть мы подходим к мартовскому минимуму. Но посмотрите на силу медведей у правого края. Вот она есть в дегистограмме. Вот сколько сил у медведей. Смотрим на индекс силы. Где силы медведей? Ее нет. Сегодня покупать эту акцию я не имею права. Потому что импульсная система все еще красная. Я смотрю на дневной график. И дневной график ведется очень похоже на недельный падение. Вот была сила медведей неделю тому назад. Взлет. Сломали медведям спину. И вот на сегодня сила медведей настолько ниже. То есть это акция, за которой я внимательно слежу и готов ее купить после того, как импульсная система станет синей. Значит сейчас, в данный момент, мы разговариваем с вами, акция торгуется по 26.55. Если она будет торговаться завтра выше, чем 26.79, импульсная система станет синей на дневном графике. На недельном графике зоны пересечения 27.5 на эту неделю. А на будущей неделе зоны пересечения 27. То есть она сейчас 26. То есть если акция поднимется на 50 центов на следующей неделе, покупка станет легальной. Очень привлекательная акция. А опять-таки без спешки. Без спешки, без беготни акция приближается к зоне покупки. И в идеальном варианте я бы хотел увидеть, что она опустилась бы на несколько копеек ниже мартовского дна, которое было 26.08. Если это произойдет, то это вообще будет как пирожок на экране. То есть ложный пролом на недельном графике и бычья дивергенция. Красивше не бывает. Но требуется терпение. Вот, кстати, тоже женское достоинство. Терпение. Мужикам это дается очень трудно. Мне это очень трудно дается. Давалось, по крайней мере. Потому что с детства нам говорят. Ну что ты сидишь, сделай чего-нибудь. А делать нечего. Надо сидеть и ждать. Очень трудно. Следующая акция. А тоже, кстати, от женщины-трейдера Анны Викторовны. Она прислала несколько. Пару акций. Но одна, которая привлекла меня, она хочет закоротить PayPal. PYPL. Это фирма электронных платежей. Технически выглядит великолепно на недельном графике. Акция взлетела очень сильно за время пандемии. Почему? Потому что куча магазинов позакрывалась временно или постоянно. А PayPal обеспечивает платежи, когда люди покупают что-то через интернет. У меня у самого есть счет PayPal, которым я очень активно пользуюсь. То есть это очень полезная программа. Но не лучшая программа, потому что они, особенно когда платишь через границу, за границу чего-то, они снимают очень некрасивые проценты. Кстати, Роман, есть замечательная компания, которую два эстонуса организовали. TransferWise, вот как, если деньги посылать за границу. TransferWise, да, они находятся в одном с нами здании. То есть мы хорошо знаем эту компанию. Очень хорошо. Я пользуюсь ими, когда какие-то серьезные, когда нужно деньги посылать из одной валюты в другую. Так вот, высота PayPal была 212.45, это было в сентябре. А на прошлой неделе высота PayPal была 215.83, то есть на 3 доллара выше. На полтора процента, грубо говоря, ложный пролом вверх, медвежья дивергенция MACD-линий, медвежья дивергенция MACD-гистограммы, медвежья дивергенция индекса силы. Кто-то что-то знает про PayPal, что очень плохо. И это дневной график PayPal, он уже начинает обваливаться. Я обычно люблю коротить в зоне ценности, PayPal уже ниже зоны ценности. Но довольно много лет назад я определил для себя, что не стоит искать акции, где великолепный недельный график и великолепный дневной. Я ищу, чтобы в паре один график был великолепный, а другой был бы окей. Так что PayPal проходит, недельный график великолепен, дневной окей. Идем быстро, смотрим другие акции. Вадим хочет купить акцию с неприличным названием. DHR. В Америке этого люди, конечно, не понимают, но компания называется «Да нахер». Я на секунду забыл, чем занимается эта компания. И поэтому очень рекомендую всем нашим участникам пользоваться бесплатным веб-сайтом, который называется «FinViz». И в «FinViz» вы можете впечатать индекс любой компании, DHR, бесплатная программа. И это говорит, значит, они занимаются диагностикой и исследованиями. То есть это, видимо, как-то с медициной связана компания. Я всегда проверяю, когда у них объявление о доходах, оно уже прошло, значит, сюрпризов не будет. И какой у них короткий интерес, очень маленький, без проблем. Так что вот акция, опять-таки, связанная с медициной. И очень сильный тренд вверх. Недельный график. Теперь, значит, недельный график говорит, можно только играть на повышение или стоять в сторонке. Продавать нельзя. Идем на дневной график. И опять-таки мы видим вот эту вот картину. Акция, которая взлетает к верхнему конверту и опускается в зону ценности. Даже немножко ниже. Взлетает, опускается в зону ценности. Взлетает в зону ценности. И сейчас она находится, вчера еще взлетела, сегодня падает. Зона ценности начинается, она сейчас торгуется по 234 доллара. Зона ценности начинается ниже 230. То есть вот так вот. Сидим на краешке бассейна и готовы выхватить эту рыбку. Вот так вот стоит играть по тренду. Можно играть по тренду, можно играть на развороты. В данном случае это игра по тренду. И вторая акция тоже от Вадима. IMO. Imperial Oil. Я очень внимательно слежу за нефтью сейчас. Потому что нефть – это как кровь для современной экономики. И нефть очень упала в этом году, потому что экономика замедлилась повсюду. Одна из индустрий, которая является огромным использователем нефтепродуктов – это авиация, заторможена. Ну и кроме того, у нас выборы на носу, где один из кандидатов сказал, что он отменит нефтедобычу. Посмотрим, получится это или нет. Но риск, несомненно, присутствует. И при всем при этом нефтяные компании очень сильно упали в марте, взлетели к началу лета. И сейчас они медленно-медленно выгрызли себе новое дно. И импульсная система перестала быть красной, стала синей. То есть вот это вот Imperial Oil – это легальная покупка. Смотрим на дневной график. Идет очень хороший аптренд. Ну и на сегодняшний день происходит падение. Опять-таки, я бы не стал касаться такой акции до выборов. Но после выборов, особенно в зависимости от их результатов, это может оказаться очень привлекательной сделкой. Потому что акция продается дешево. Она раньше стоила 30 долларов, сейчас она стоит 12 с копейками. Вот так вот. Очень занятная сделка. Не на сегодня, но очень стоит последить. Еще одна интересная компания от трейдера по имени Макс. Это компания называется Beyond Meat. Beyond Meat. Это компания, которая делает искусственное мясо. В мире очень много вегетарианцев. Я вхожу в их число. Я мясо не ел уже лет 30. Почти. Но недавно жена зашла в кафе купить кофе. И, выйдя оттуда, вынесла пакетик. Сказала, давали бесплатные образцы искусственного мяса, которое делает эта компания. Говорит, хочешь по продю? Нет, я не хочу. Если бы я хотел мясо, я бы настоящее делал. Она его съела и говорит, совершенно как настоящее, очень вкусно. Так что, так сказать, был домашний тест продукта. Я думаю, эта компания должна хорошо пойти. Потому что искусство... Не все такие, как я. Я не ем ни такого мяса, ни искусственного, мне никакого не надо. А для многих людей, которые хотели бы поесть мясо, но не могут, или не позволяют себе поесть настоящее мясо, будут покупать этот продукт. Очень сильная компания стоит. Я упустил ее продажу, следил и упустил ее продажу весной этого года, когда был ложный прорыв вниз. Помните? Не в первый раз мы говорим уже об этом. Значит, вот линия поддержки от предыдущего дна, пролом вниз, синий бар. Бар, прорыв заканчивается возвращением выше зоны поддержки, синий бар, бычья дивергенция гистограммы, бычья дивергенция MACD-линий, бычья дивергенция индекса силы. Поехали. К сожалению, пропустил это тогда, когда компания продавалась где-то по 70-80 долларов. На сегодняшний день она уже 170-180 долларов. Но сейчас происходит возвращение в зону ценности. Импульсная система красная, значит, покупать нельзя. И, скорее всего, и на будущей неделе нельзя будет покупать. Но по мере того, как она устаканится в зоне поддержки, будет возможно скупить снова. Смотрим на дневной график. Ничего сказать. Идет реакция. То есть, опять-таки, есть акция, за которой стоит следить. Тысячу лет назад у меня была приятельница, которая приехала в Америку из Германии с капиталом в 68 долларов. Сделала очень серьезные деньги. Летала на Конкорде, жила в пентхаусе, ездила на работу на Феррари. И у нее в пентхаусе был такой маленький торговый зал, где она занималась своими операциями. Стенки, правая и левая стенки этого зала, справа и слева от ее письменного стола, висели такие доски из пробки. И когда она видела акцию, типа вот эту, Beyond Mead, она ее распечатывала, рисовала красным карандашом на ней, что, чего она ожидает, и прикалывала эту фотографию к стене. То есть, ее планы на будущее висели у нее на стенках, справа и слева. Я не сомневаюсь, что она, к сожалению, умерла. Я не сомневаюсь, если бы Маргарет была жива, то она бы эту фотографию к себе, она бы напечатала, вырезала, прикрепила бы и была готова. Смотрим следующую акцию. Я боюсь, что... Мы немножко затянем время, если вы не возражаете, Роман. Столько вопросов, и столько интересных акций. Я просто не хочу обрывать вас. Конечно. Если вы в порядке, то я тоже. Я в порядке. Поехали. Следующая акция. Это акция авиакомпании, популярной американской авиакомпании Southwest. Он... Но... Wait a second. Я... Так, так, одну секунду. Опять-таки, я, возможно, сказал, что это неправильно, поэтому я сразу возвращаюсь к Финвизу. Я печатаю love. Вы знаете, этот символ love, это всегда был символом этой авиационной компании, Southwest. Я пропустил что-то. То есть, это... Окей, это не Southwest. Это компания, значит, которая продает что-то всякое. Мебель написано, мебель, свет. Я это проверю, что произошло со старым тикером потом. У них всегда был... А-а-а! Я вспомнил, в чем дело. Авиационная компания, они love по-другому пишут. Они пишут, они его пишут вот так. Это сленговое написание. L-U-V. Love. Вот. Love, Southwest Airlines. А, окей. Сбился. Значит, love, которая пишется как в классическом стиле L-O-V-E, это мебель, освещение и т.д. и т.п. За время пандемии в Америке произошел бум на все, связанное со строительством. Даже есть нехватки некоторых стройматериалов, потому что все сидят по домам, делать людям нечего, и все, по крайней мере, те, у кого есть какие-то деньги, все в свободное время занимаются тем, что улучшают свой образ жизни, а давайте добавим комнату, а давайте добавим освещение, а давайте поменяем обои, давайте, давайте. Поэтому да все связанное со стройкой во время этой пандемии произошел бум. Но пандемия начинает затихать, а с нее и бум. И вот это компания Love. Опять-таки это фигура, которую я всегда очень внимательно отслеживаю. Значит, верхушка в августе была 36, почти 37 долларов, верхушка две недели тому назад была почти 38 долларов, то есть на 3% выше. Вот так вот, да? Ложный выпад, ложный пробой вверх. Попробовала и не смогла. И дивергенция, жесткие дивергенции MACD-линии, MACD-гистограммы и индекс силы. То есть очень я отмечаю себе, чтобы потом разобрать и, может быть, самому торгануть ее. Опять-таки я не хочу ничего трогать вот предстоящие 4 дня, потому что с этими выборами это это как Орел и Решка получается играть. Но это замечательная система на недельном графике. Замечательная система для игры на понижение. Смотрим на дневной график. Дневной график выглядит нормально. Недельный выглядит прекрасно. Дневной график выглядит окей, ничего особенного. И опять-таки это был выбор от женщины-трейдера Лаура. Желаю успеха. Переворачиваю страницу. у нас осталось еще 4 акции посмотреть. Это акция, в которой я сижу, скучаю и жду и сду чего-нибудь хорошего, что не происходит. Это акция компании iTube, это бразильский банк. всем купить эту акцию в огромных размерах, вложить в нее десятки миллионов долларов, чтобы моя акция поднялась. На самом деле я не рекомендую сейчас эту акцию. Я в ней застрял, я в ней сижу. И похоже, что она донышко рисует. Посмотрите на дивергенцию всех этих индикаторов, но акция уже настолько долго сидит и мылится и никуда не идет. Для людей, которые только сейчас подходят к этой акции, я не рекомендую в нее входить. Акция сети аптек, которая, я даже не знаю, почему я ее отметил, очень тонет. В нашем городке это есть та аптека. Акция тонет, за последние два года сыграла от 85 долларов до 35. Мало интересно от меня. Вот еще одна акция из сферы здравоохранения UNH. Опять-таки ждем результатов выборов. Это очень политизированный рынок последняя акция KMI Яков прислал эту сделку. Вот это интересно. Это нефтяная компания. Мы уже видели одну нефтяную компанию, которая похожа, график очень похож. эта компания Kinder Morgan торговалась по 22 с чем-то доллара, упала ниже 10, силы медведей, подскочила, медведям переломали спину, и сейчас эта компания опустилась, опускается опять. Не до таких низов, но опускается вполне до зоны, где был какой-то объем сделок весной. и похоже, что сила медведей очень иссякла здесь. Импульсная система все еще красная, торговать нельзя, покупать нельзя, но акция сегодня торгуется по вот в данный момент 11 долларов 24 цента. На следующей неделе, если она будет дороже, чем 12 10, ее будет легально покупать по импульсной системе. Смотрим на дневной график, он выглядит очень приятно, кстати. Значит, низшая точка, низшая точка в сентябре была 11.97, а на данный момент, на сегодня низшая точка 11.82, то есть мы видим, как акция пробила донышко сегодня и уже ушла от этого донышка. Очень похоже создается дно. Опять-таки компания связана с нефтью, и поэтому до того, как разрешатся выборы, я, конечно, держался бы в сторонке, но после выборов это станет очень-очень интересным. Роман, я рассмотрел те акции, которые на скорости показались мне интересными, многие, конечно, все 32 я не мог просмотреть, и давайте, может быть, еще где-нибудь 5-7 минут, я просто быстро отвечу на какие-то вопросы, чтобы не игнорировать их. Да, хорошо, хорошо. Вопрос, скажите, на какие новости хорошие и плохие, какие новости могут поменять стратегию, определенную вами по недельному таймфрейму. Новости не могут поменять мою стратегию, новости могут помочь мне сказать, эта акция привлекательна на сегодняшний день, эта акция не привлекательна на сегодняшний день, но от того, что вышли новости, я могу отказаться от сделки, но я ни в коем случае не разверну эту сделку. Кстати, я не упомянул еще, но обязательно должен сделать это до окончания нашего вебинара. Есть колоссальный фундаментальный фактор, который доминирует рынок и будет доминировать его еще не год. Американская Федеральная резервная система заявила, что они, грубо говоря, перестают бороться с инфляцией. Инфляции сейчас нет, но раньше, когда только-только начинались инфляция чуть-чуть возникать, они начинали повышать учетные проценты. Они сказали, что они этого больше делать не будут. Они будут бороться с крупной инфляцией, но вот таких вот мелких действий совершать не будут, и поэтому учетные проценты они будут держать около нуля. Это значит, что все люди и все компании, у которых есть какие-то деньги, будут нести их, грубо говоря, на рынке или в реальную экономику. Я сказал раньше сегодня, что я получил из банка предложение положить деньги, депонировать деньги, запереть их на год и получить 0,2%. Я думаю, что я могу сделать больше, чем 0,2% на бирже. Даже по тем же дивидендам, не говоря уже о самой торговле. Поэтому это не один я, это все так, вся страна. То есть класть деньги в банк становится просто смешным. И это, вот этот фактор будет приносить огромные потоки денег на биржу. То есть это поведение Федеральной резервной системы убивает конкуренцию фондовой биржи. Что-то очень похожее произошло в 2009 году. После того, как была великая депрессия, великая рецессия у нас, колоссальный медвежий рынок. И тогда был президент Обама. И на несколько лет учетный процент был колоссально понижен. И у нас был колоссальный бычий рынок после этого. Я упустил начало этого рынка. Я ждал коррекции, я ждал, то есть я купил, а очень быстро продал. Я сделал гораздо меньше денег, чем мог бы сделать. Почему? Потому что я ожидал нормального поведения рынка. А нормального поведения не было, потому что была убрана конкуренция банков и деньги только шли на рынке, шли на рынке, и чем те же самые акции, чем больше денег на рынке, тем выше эти акции будут. Мы в похожей ситуации сейчас. Поэтому в таком более долгосрочном диапазоне, когда все эти политические колебания устаканятся, рынок в принципе должен пойти вверх из-за того, что такие низкие проценты. Если не класть деньги на рынок, то куда? Вот так вот. я хотел сказать это раньше и забыл. Спрашивает Анна, из каких инструментов, доступных на фондовом рынке, лучше формировать накопление для жизненной пенсии? Что стоит делать? Это очень серьезный вопрос. Я чувствую колоссальную ответственность, отвечая на этот вопрос. во-первых, стоит сильно подумать о том, что покупать не индивидуальные акции, а инструмент, который называется ETF. То есть, это пакет акций. Например, есть ETF, который покупает все акции S&P. То есть, это, грубо говоря, ставка на весь американский рынок. Кроме того, есть ETF, которые вкладываются в какую-то узкую сферу экономики. Например, телекоммуникации или нефть. Но проще всего для того, чтобы спать спокойно ночью, вкладываться в ETF, который вкладывается во всю американскую экономику. Вопрос теперь в том, когда покупать этот ETF. И тут я вам хочу показать один график. Сейчас у меня. Есть график, есть индикатор, который я считаю лучшим индикатором для долгосрочных покупок на бирже. Это индикатор новых низов. New Honey Law Index. Индикатор новых высот, новых низов. Я писал в своих книгах. И это индикатор, который сравнивает количество акций, достигших нового верха, на этой неделе или нового низа. И, как вы видите, я показываю вам график, который 17 лет, с 93-го года. Естественно, это колеблется, рынки ходят вверх, ходят вниз. Но несколько раз в десятилетие возникает ситуация, когда недельный график новых высот, новых низов опускается ниже 4 тысяч. и вот это самое лучшее время отовариваться и потом держать долго-долго. Я показываю вам вот был сигнал, а вот сигналы 2-го и 3-го годов, вот сигналы 2008-2009 года, вот сигнал 2016-го года, когда Трампа как раз избрали в первый раз, вот сигнал нового 2019-го и вот сигнал, который был в марте этого года. То есть, когда вот этот индекс новых низов, новых высот выламывается ниже минус 4 тысяч на недельном графике, это показывает жесточайшую панику на рынке. Народ выбрасывает акции. Пожалуйста, купите их у меня, снимите их с моих, уберите их у меня, я их не хочу держать в руках. Вот это время отовариваться. Если мы смотрим сейчас, я увеличу этот график, подходим к правому краю графика, то индекс новых высот, новых низов на недельном графике около нуля. И, кстати, здесь вы видите вот эти вот последние сигналы. Это вот сигнал 2016 года, сигнал Рождества 2018 года, сигнал этого года. И обычно после этих сигналов, говорю, они бывают несколько раз в десятилетие. Поэтому сейчас такого сигнала нет. Но для того, чтобы создать пенсионный фонд, лучше всего ждать такого сигнала. с другой стороны, стоит посмотреть на стабильные акции с большой хорошей историей и стараться купить их дешево. Например, акция, опять-таки, у меня, просто сказать, сердце бьется, когда все это говорю, потому что я чувствую колоссальную ответственность в вопросах о пенсионных деньгах. Пожалуйста, только не принимайте то, что я говорю, за окончательный какой-то совет. Разберитесь, посмотрите, подумайте. Например, акция, которую мы смотрели сегодня, одна из акций, которая была подана в наш корпус. AT&T, это American Telephone and Telegraph. Это компания, которой больше ста лет. Это крупнейшая телефонная компания. Она существовала, в свое время, это была единственная компания, была Monopoly. И это компания, которая снабжает телефонной связью, аппаратурой огромный процент населения Америки. Она никуда не денется, никуда не двинется, она платит дивиденды. Вот кандидат такой, спокойный. Еще одна компания такого же плана, тоже с очень длинной и очень хорошей историей, это GE, General Electric. Компания очень пострадала в недавние годы, потому что ушел с работы их долголетний президент этой компании, который действительно развил ее колоссально, и пришел новый идиот, который сделал много для того, чтобы эту компанию порушить. Но, тем не менее, компания очень хорошо растет, особенно в последнее время. Она делает, в частности, авиационные моторы для реактивных самолетов, она делает лампочки, которые горят в многих домах Америки. То есть, в свое время, до того, как новый гений пришел, его выгнали уже, сейчас уже новый хороший президент. Из каждого доллара, потраченного в американской экономике, один цент шел через эту компанию. Вот такая компания была. То есть, такие вот огромные устаканившиеся компании, спокойные для пенсионного фонда. General Electric, American Telephone and Telegraph, McDonald's. McDonald's никуда не уйдет. Вот такие. Но это для пенсионных фондов. Фух, надеюсь, что не дал вам плохой совет. Морис пишет массу вопросов. Вы знаете, если вас интересует то, что я делаю, так сказать, неделю от недели, то я, к сожалению, только на английском языке, я веду группу трейдеров, которая называется Spike Trade. S-P-I-K-E Spike Trade. Выйдите на интернет, поищите, зайдите и посмотрите. И последний вопрос. Сергей пишет. Уверен, что у вас не все 100% капитала участвуют в трейдинге. Как вы инвестируете свой капитал в бонды, ETF? Я говорю о тех деньгах, которые не предназначены для игры на бирже. Во-первых, я на своих биржевых счетах всегда держу такие очень солидные резервы, потому что если открывается намечается удачная сделка, то я всегда готов перебросить деньги в них. А из того, что у меня есть, у меня есть недвижимость несколько, и есть, естественно, акции, и есть резервные фонды, которые на данный момент зарабатывают очень мало, но это как нельзя жаловаться на погоду. Они зарабатывают мало, когда-то зарабатывали больше, но это резервные деньги, я знаю, что пока они у меня лежат в резерве, одно я могу гарантировать, что я их не потеряю. Это единственная позиция, в которой я никогда не потерял деньги, когда я держал их в резерве. Вот так вот. Роман, я думаю, что мы осветили все темы. Я, правда, хватил лишних 20 минут, но надеюсь, что вы это против меня держать не будете. Мы только рады как можно дольше с вами разговаривать. Спасибо большое, Александр. Я пару слов еще перед завершением скажу. Еще одна очень интересная статистика, которую сейчас я заметил по нашему конкурсу. В августе суммарный доход по всем акциям составил 58%, в сентябре мы немножко просели, было минус 4% по всем предложенным акциям, а в октябре снова 53%. То есть пора, мне кажется, создавать новый индекс, по которому мы сможем это отслеживать. Посмотрим также, как это будет происходить в ноябре обязательно по всем тем акциям. Теперь про конкурс. Как я обещал, каждый месяц мы проводим конкурс, в котором вы можете получить книгу с автографом Александра. Я сейчас еще раз напомню правила. Первое, у вас должен быть наш YouTube-канал, YouTube-канал Admiral Markets, на который мы загрузим сегодняшнее видео. И под этим видео нужно предложить теперь уже одну акцию, потому что вы видите, что их очень много. Александр, чисто физически, не успеет все пройти, поэтому давайте условимся, что будет только одна акция от одного участника, кто уже присутствовал на наших вебинарах. и эта акция будет рассмотрена в следующий день вебинара, который будет у нас в последнюю среду ноября. Сейчас я точно скажу дату, чтобы всех сориентировать. Это будет 25 ноября, то есть начинается эта дата с 25 ноября и до следующего нашего вебинара, который будет в середине декабря. Как раз мы посмотрим, какая акция покажет лучшие движения. То есть будет это рост или будет это падение, неважно. вы можете предлагать любое направление и та акция, которая покажет лучше всего лучшее движение и получит книгу со фотографом Александра. То есть правила довольно-таки простые и плюс это также помогает всем участникам, кто следит за вебинарами, смотрит видео, как раз получить дополнительную информацию от Александра с точки зрения анализа акции. Это всегда будет очень полезно. Также акции лучше предлагать за несколько дней до вебинара, потому что актуальность конечно же пропадает. Имейте в виду, что это движение должно быть плюс-минус актуально на конец ноября. Но важное условие, то есть мы принимаем акции к рассмотрению до 12 часов по Москве. Возьмем такой это часовой пояс, я думаю, что всем будет удобнее, 25 ноября. То есть до этой даты мы принимаем, дальше уже эти акции отправляются Александру на просмотр и мы закрываем прием. И вы уже тоже обратили внимание, что мы много вопросов конечно не успели разобрать, поэтому ваши вопросы также нужно оставлять под видео на нашем YouTube-канале, и это лучше делать как можно быстрее. То есть самые первые вопросы с большей вероятностью попадут к Александру быстрее, и вы сможете получить на них ответ. Сейчас я также приложу ссылки на наш YouTube-канал, чтобы меня тоже не задерживать, то есть вы обязательно должны подписаться на канал и поставить лайк также под нашим текущим видео. Вот ссылочка также была отправлена в чат. Поэтому с моей стороны это все. Спасибо большое, Александр. Всегда рады вас видеть на данных вебинарах, всегда очень интересно, всегда это кладезь информации и те вебинары, которые можно пересматривать постоянно. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, Роман. Если я могу повторить вкратце условия нашего дружеского конкурса, который вы сказали, что, во-первых, одна акция на человека, второе, это мы советуем вам сдавать свои акции очень близко ко дню вебинара, чтобы они были более актуальными, и третье, это то, что от абсолютных новичков, от людей, которые раньше на вебинаре никогда не было, заявок не принимаем. То есть вам нужно один раз посмотреть вебинар, чтобы вы узнали, как это все происходит, уже после первого вебинара вы можете присылать свои заявки. Да, отлично. Я еще под этим видео также сделаю пояснение для конкурса, чтобы оно было понятно, доступно для всех, и то, что вы проговорили, тоже пропишу отдельно. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые участники. Всегда, как всегда, было тоже очень активно. Спасибо за ваши вопросы, которые присылаете, спасибо за ваши лайки, которые вы вставляете под этим видео, это очень помогает для продвижения данных видео, поэтому продолжайте в том же духе. Ну, а мы с вами встретимся уже в ноябре, посмотрим, как раз, как прошли выборы, как реагируют на это рынки, ну, и, как всегда, разберем интересные идеи, которые будут актуальны на этот день. Всем спасибо большое, спасибо большое, Александр, всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok